По поводу митингов в поддержку Путина, по поводу флешмобов в поддержку Путина. Разъясните им положение Путина в исламе, в народе, по понятиям его положения полностью. Сделайте разъяснение этим людям. Кадыров прямым текстом говорит, что турки пришли, нас всех, мол, подняли на восстание, сказали, что они сейчас будут что-то делать против Советского Союза, вы нам поможете. Мы, типа, сказали, да, поможем. Они это все зафиксировали и потом это все передали в НКВД. На днях все видели, наверное, вот эти кадры, как в Чечню приехали актеры турецкого сериала. Глава республики ближе знакомится и тепло общается с актерами сериала «Основание Османы». Это с впечатлениями от роли Османа, исполненной Бураком. Здесь звук не обязательно. Здесь, в общем, смысл в том, что приехали вот эти вот актеры. Это, я так понимаю, какие-то известные сейчас актеры. Они снимаются в историческом сериале, который является продолжением «Эртугрула». Что-то «Осман» как-то так называется. И, в общем, вот этот вот чувак, я не помню, как его зовут, он какой-то известный тип. В общем, сейчас все в восторге от того, что он там приехал. Все ликуют по этому поводу. Сам Кадыров, значит, рассказал им, что у них с их сериалом не так, какие там нужно сделать, значит, изменения в сценарии, как правильно вообще снимать, с каких ракурсов. Дал наставления режиссеру, сценаристам, актерам. В общем, сейчас они уехали с багажом знаний, с новыми наставлениями, и фильм у них, их сериал станет еще лучше. Но я здесь хочу обратить ваше внимание в особенности тех наших братьев и сестер, которые владеют турецким языком, может быть, живут в Турции, которые в состоянии сделать, снабдить все это турецкими субтитрами и ознакомить с этим, с положением Кадырова турецких граждан. Я бы хотел, чтобы вы вот это вот видео, которое я сейчас вам покажу, чтобы вы сделали на него турецкие субтитры и показали это туркам, турецким гражданам. Давайте посмотрим, что говорил Кадыров про Турцию в 2015 году, когда был сбит российский самолет в небе над Сирией. В интернете появились опять, ну, не знаю, слухи или какие-то вот идеи людей, что якобы Турция это особо братское государство, особо братская страна, которая всегда оказывала такую дружескую помощь, в том числе и власти для нашей республики, нашего народа. Первым я выступил в поддержку руководства государства, когда сбили наш самолет на сон. Ну, это моя позиция, да, однозначная, да. Вот вы его вопрос поняли, как он его поставил, вот этот журналист. Он говорит, что идет в социальных сетях типа такая пропаганда, что вот Турция это какая-то по-особенному для нас братская страна. И этот вопрос изначально таким образом подготовлен, понимаете, что является ли Турция для нас какой-то особенной, с ней отношения у нас какие-то по-особенному братские или же нет. И вот обратите внимание теперь, как Кадыров на этот вопрос отвечает. Это тоже все как бы заготовлено. То, что они говорят, нам помогали, с Богом, в чем? Сулгин, да, скажи, да, да, история, если в глубину того, он зайти, да, снова. Шея Мансура. Кто подставил Шея Мансура, да, слово. Турки, да, обещали ему помощь. Давайте начнем и придем на помощь. Пришли, не пришли. Когда нас выселивали, кто приехал? Полностью горный сел Чехмиршкоза. Турки пришли, да, он говорит, что он. Мы сейчас организовываем, наподелим на Советский Союз. Вы поддержите нас, поддержим. Эти справки куда ушли? НКВД Сталина. Вот этот вот момент, он особенно очень важный. Кадыров теперь возлагает ответственность за нашу высылку в 44-м году чеченцев, ингушей, на турков. Кадыров, это вот эта вот версия, которую впервые, вот я сейчас впервые ее слышу от Кадырова, что турки вообще как-то к этому причастны. Кадыров прямым текстом говорит, что турки пришли, нам, нас всех, мол, подняли на восстание, сказали, что они сейчас будут что-то делать против Советского Союза. Вы нам поможете. Мы типа сказали, да, поможем, они это все зафиксировали, и потом это все передали в НКВД, в Советские спецслужбы. И после этого нас выслали. Здесь он имеет в виду 5000 семей, как я так понимаю, это во время еще революции. То есть это в начале 20-го века он говорит о тех, которые были забраны в Османскую империю. Во время первой войны, он говорит, они присылали иногда барана, ну типа жертвы на животных, на помощь, поддержку. И говорит, сказали, что построили для нас мечеть и залили фундамент. Покажите, докажите, да, какую помощь они оказали, да, и сколько раз они выступали против России, да, когда шла у нас военная кампания, да, все молчо молчали и смотрели, как шли у нас военные действия, да. Полная версия этого видео есть на официальном канале Чикодарка Грязный в Ютубе. Дорогие братья и сестры, владеющие турецким языком, сделайте, позаботьтесь об этом, сделайте субтитры или озвучьте то, что говорит Кадыров. Ознакомьте турецких граждан вот с этими его высказываниями, с этими его взглядами. Эти турецкие актеры, которые приезжают к Кадырову, с ним дружат, всячески показывают свое уважение к нему, называют его падишахом. Эти люди таким образом легализуют этого человека, они популяризируют его в Турции. И, ну, раз эти актеры считают это для себя возможным, говорить там о каких-то религиозных убеждениях и так далее, я думаю, здесь не приходится. Это люди очень далекие от каких-то религиозных тем. Однако, чисто с точки зрения патриотизма в своей стране, здесь вот есть вопросы, те темы, за которые нужно цепляться. И нужно сделать так, чтобы турецкие граждане задавали им вопросы. Да, мы, конечно, не можем как-то иначе на них повлиять, но это очень серьезный рычаг, когда турецкие именно граждане на турецком языке будут писать им и задавать вопросы. Вы, как это вы ездите и обнимаетесь, всячески свое уважение показываете к человеку, который говорит про нас вот такое, обвиняет нас в том, что мы подставили его народ и он был после этого депортирован, выслан в Казахстан. Говорит, что мы подставили шейха Мансура и так далее, еще много всего говорит. Эти вопросы, как минимум, будут очень неудобны для этих актеров. Сделайте так, чтобы им эти вопросы задавали. Пусть задаются, пусть напрягаются, пусть им отвечают, пусть в социальных сетях под их публикациями, там, где восторженно пишут о том, какие они классные актеры, пусть эти сообщения будут разбавлены вопросами по поводу Кадырова. Пусть также задают вопросы в отношении той же бутылки. Это тоже нужно показать туркам, перевести, чтобы они знали. У нас получилось показать арабам истинное лицо Кадыров. Когда, помните, к этой теме подключился внук шейха Ибн База, когда подключился Абдурахман Димашкия, и была проведена очень хорошая платформная работа. И арабы в целом узнали о Кадырове то, чего они не знали, они его увидели с другой стороны. Это обычные арабы. А когда обычные арабы видят, когда настроение в их народе меняется по отношению к какому-то человеку, власть так или иначе вынуждена ориентироваться на мнение народа. Вот сейчас очень важно сделать то же самое и в Турции. Как вы видите, турецкая власть, она не обращает внимания на Кадырова. Им плевать, они не считают Кадырова вообще ровней для того, чтобы с ним вести какие-то диалоги. Даже на официальном государственном уровне его не встречают, в отличие от арабских стран, где с ним наследные принцы встречаются. В Турции в этом плане красавчики. Ни Эрдоган, ни премьер, ни министр иностранных дел, никто не считает Кадырова достойным того, чтобы его встретить на официальном уровне. Его просто не считают своей ровней, даже министры. На него смотрят как на падаль, как на путинского халуя, путинскую шестерку. Поэтому они не хотят разговаривать с шестеркой. В этом плане респект, они красавчики. Но вот актеры, они не красавчики. Актеры продажные, продажные актерышки. И они ради вот этой вот минутной какой-то слабости, что они там посидят с Кадыровым, он их там покормит, они вкусно покушают. И потом приедут обратно, и у них в социальных сетях будут публикации, а обычные турки, обычный народ Турции будет думать, что это вот на государственном уровне чеченский какой-то лидер их там встречал. Надо показать, что никакой не чеченский лидер, что это путинская шестерка, что это предатель чеченского народа их встретил, что они ездили в гости к предателю чеченского народа, что они обнимаются, дружат и уважают предателей чеченского народа. Что те фильмы, в которых они снимаются, в этих фильмах говорят о таких вот, о таких как Кадыров, как о предателях. Их там презирают. А они потом едут к этому Кадырову и там с ним обнимаются и сюсюкаются. Вот это нужно людям показать. Сделайте это, я призываю. Сделайте субтитры, кто может просто распространить это среди своих друзей, знакомых, турков. Это очень важная работа, которая придется очень не по душе Кадырову. А все, что не по душе Кадырову, это все шекочет наши сердца. У них в Турции экс-премьер-министр Давуд Аглу чтит память Дудаева в Фейсбуке. У них далеко не такие взгляды, как у актеров. Да, я понимаю, я видел эти его высказывания, очень грамотные по поводу Кадырова. Но вот актеры, раз они решили дружить с предателем, пусть их народ тоже знает об этом. Пусть народ знает своих актеров. В том, что в Аллахе турки ненавидят главу. Ну, артисты служат деньгам. Про них Колчак сказал, что не стоит артистов и трогать служат любой власти. Слушайте, я это понимаю, но я говорю, что простой народ турецкий, который этого не знает, пусть он об этом узнает. Пусть он этих своих актеров узнает. Расскажите еще, как они в грозном митинг против Турции проводили, когда турки сбили истребитель. Как они говорили, что турки помощники исламского государства. Кстати, организатором того самого митинга был нынешний мэр Грозного Исааха Джимурадов. Он организовывал тогда этот митинг против турков. Ну что, ты очень ошибаешься, если думаешь, что этим турецким актерам нравится там находиться. Уверяю тебя и знаю 100%, что каждому из них платят немало денег. Ну, не исключено. Как бы там ни было, я думаю, турки должны знать своих актеров. Субтитры создавал DimaTorzok